Сегодня жара неимоверная. С пэка еще магнитные бури. Когда пакет лопается, начинают вылазить грибы непрошенные, я перетариваю такой больший блок. Это я, конечно, большой сделал. Это не совсем тот вариант субстрата, который я использую и объем. Оптимально это все-таки вот этот объемчик. Самый оптимальный. Он хорошо дышит. Пленка пропускает сама мицелий, когда он стоит, насквозь прорастает, перерастает прямо к поверхности. Ну, если не жарко. Если жарко, он просто терпит это, бедняга. Часть блоков я, конечно, спрятал на проращивании. Ну, покажу еще субстрат. Я немножко оставил, вешенку за себя сажу. Вот этот субстрат. Рабочий вариант. То есть я его ставлю. Приятный запах. Держит очень долго селективность, как можно сказать. В общем, никаких патогенов не возникает. Самое главное, не то, что все прячутся от того, что сверху упадет. Главное не это, не то, что споры залетят, а главное то, что в нем находят, потому что он пористый. И спор там миллионы раз больше, чем то, что летает. В таком случае, эти споры готовы к тому, чтобы в любой момент нужный прорасти уже. А те еще должны пройти путь определенный. В общем, если есть условия для роста плесни, то, конечно, они будут прорастать. И те, которые упали, и те, которые здесь. Но я пришел к выводу, то, что находится здесь, в субстрате. Это намного больше имеет влияние на дальнейшую судьбу блока, чем то, что попало. И поэтому я не вижу смысла маски одевать сюда. Есть смысл готовить субстрат завтра. Ну, в общем, пришло время. Я уже посадил не одну сотню блоков. Вот это блоки, которые я садил, где-то два, около двух месяцев назад. Да, уже два месяца. Как они чувствуют себя? Скажем, вот вешенка, параллельно так для себя я садил. Вот на ней тот же субстрат, она подсохла, стояла вместе с ними. Вот что творится с вешенкой. Собирал я с нее грибы не один раз. Это вот мухи ее кушают, все как положено. Шиитаки, несколько отличаются от этого. Никаких, это у меня тут, чтобы мухи не лезли в свое время, когда они могут повредить, так сказать, блок. Ну, посмотрим. Никаких мух, ничего нету. Этот попкорн или при зачатке грибов, так сказать, они как бы внутри блока закладываются, как почки. И ждут свой участок для плодоношения. Вешенка, как только похладало, выстреливает. Смотрите, она страдает от этой жары. Шиитаки держит. Это блок. Немножко раньше был посажен, но он уже конкретно оброс кожи. Как видите, вот такой вот. На водой конкретно напичка, как арбуз. Никакой защиты у меня нету. Видите, пленка дышит. И, тем не менее, сохраняется влага в блоке. Хочу показать разного возраста блоки. Около месяца блок. Я его не могу еще открыть, потому что... Вот он еще не зарос. Так всегда внизу там все-таки влага падает вниз. Потому что в процессе роста он отделяется влагой. Хотя бы потому, что... Субстрат нестерильный. И какая-то, скажем, война в сети происходит. Но! Очень тяжело мне было уйти вот от такого состояния блока. Сейчас я покажу. Вот. Вот что я имел. И очень долго не мог уйти от этого. Сейчас я его открою. Я не боюсь. Инфекции. Это проверено. Незавидно это все поможет. Ну, вот здесь я вижу, все-таки он пострадал. Но! По вине субстрата. То есть субстрат не был сделан правильно. Вот это же состояние, где пол блока прорастает или пятна. Я на это потратил где-то два года. Пока нашел тут те необходимые операции по приготовлению субстрата, вызреванию его, наращиванию полезной микрофлоры. Могу сказать, что вот часть блоков проросла, вот идет как бы граница. Если он будет перезимой, весной отсюда пойдет новый мицелий, он врастет в тюрьму в этот погибший субстрат. Ну, этим заниматься не хочется. Здесь в теплице держать блоки не нельзя. Ну, в таком вот виде, в таком состоянии, нужно больше затенений. Я, конечно, мягко говоря, борзее. Ну, и на что, естественно, попадаю. Вот я вынес месячный блок. Мне, как бы, типа места не хватает. Ну, я уже, не одна сотня меня уже ставить их не буду. А хочется дальше следить. Ну, вот что получает. Готовый блок, пророс. И, как вы видите, вот пошла зима. То есть, излучение перегрев. Я заимел, так сказать, проблему. Ну, какая она тут, где она становится, это понятно. Я так делать не буду. Нужно их содержать в нормальном состоянии, не выставлять на жиры. И так далее. В общем, что я могу сказать, что можно получать субстрат с такими возможностями, где не требуется особо условий для инокуляции блоков. это показывает, так сказать, справка. Ну, попробую теперь попробую теперь вешенкой королевской. Ну, возможно, этот субстрат, его я изменил. Лузга, она вообще не нужна. просто она пружина. Она добавляет объема, проблем. Она просто здесь не нужна. Это не вешенка, это все лишнее. Я отказался на нее, не хочу. Я могу на ней выращивать, но она шеет. пользую для посадки. То есть, никакой стерильности. Вот формочка. Вот она, формочка. Это рабочий объем. Как видите, оно отсюда. Сами понимаете, какие возможности в принципе открываются. Вот какое обилие зачатков. подожду время. Посмотрим на урожайность. Покажу ее. Видите, мощные такие образования выпуклости. Да, вот что еще интересно. Блок без добавки, а добавка это пена. Вот он видно. И как сравните, как страдает вешенка от этого всего. И такой шиитаки. То есть, он держит это. А вот блок тужгой. Как бы, вот он мягкий. Этот уже жесткий. Более-менее. Это еще мягкий, недозрежий. Блоки, которые не получили добавки. на одной тырсе. Вот я сделал и все. У них нету зачатку. Сейчас его покажу. Вот он. Вот сделал я килограмм пятьдесят. Вот он. Вот сравните. Этот посажен гораздо позже. Этот весной еще. Как видите, разница. И в жгу добавил все. И он болел по чуть-чуть. отвоевал место. Похолодает. Он вообще будет нормальный. Но нет питательных веществ. Нет образования зачатков грибов. Все, так сказать, факт налицо. В общем, пока все. Будем смотреть дальше по урожайности и попробую теперь свеженькой. Посмотрим, как она себя поведет. Очень хорошо, что шиитаки не плодоносят. Бывает там немножко выбивают. Это меня устраивает. Зачем такую погоду жарку что-то с ними делать. Надо наращивать так как он долго растет. Все, пока.